Участвовать в развитии своего города, выбирать общественные территории и дизайн-проекты для преображения может каждый житель Подмосковья. 15 апреля стартует масштабное мероприятие в сфере благоустройства. Третье – всероссийское голосование за объекты городской среды. Мы очень благодарны жителям. От них зависит, как мы войдем в федеральную программу благоустройства. До сих пор активность была хорошая. Это позволяет городам менять облик, и эти изменения позитивно воспринимаются жителями. В 2022 году на конкурс от муниципалитета было выдвинуто 12 общественных территорий, а по итогам голосования победила пешеходная улица Интернациональная в Одинцове. В этом году жители настроены не менее решительно. Марина Золотухина уже более 50 лет живет в Одинцове и знает в городе каждый двор. Женщина уверена, что прежде всего необходимо благоустроить центральную площадь. Покрытие надо поменять, всю эту плитку и все, потому что неудобно ходить. Облагородить пруд, детские площадки, озеленение. А второе – помочь собачникам, которые с собаками гуляют, облагородить выгул собак. Онлайн-голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». В этом году в нем примут участие 248 территорий из 56 муниципалитетов. От Одинцовского округа будут представлены 24 территориальных объекта. Что самое важное, что выбор этих объектов пал на плечи жителей. То есть это была их инициатива. Они выбирали сами, оставляли свои заявки на Доброделе, либо еще как-то через администрацию. И таким образом мы получили вот эти объекты, в которых заинтересованы сами жители нашего округа. С перечнем выдвинутых территорий жители могут ознакомиться с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте Министерства благоустройства Московской области. Отдать свой голос может любой житель старше 14 лет на официальном портале проекта по 31 мая.